Долгое время различные публицисты, вроде Михаила Хазина, ожидают финансовый крах США. Конец гегемонии США. Но эта риторика не была популярной у российской власти до недавних пор. А теперь вот то, о чем с конца 90-х говорит Хазин, повторяют и федеральные СМИ России. Можно ли считать, что аргументы о крахе долларовой системы о конце гегемонии США являются разумными? Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка в описании. Николай Николаевич на сайте РИА Новости заявили об официальном завершении гегемонии США и конце эпохи нефтедоллара. На каком основании? Публикации указано, Саудовская Аравия не будет продлевать двустороннее соглашение с США, в рамках которого вся торговля арабской нефтью в обязательном порядке производилась в долларах. Означает ли это, что продавать нефть теперь будут не за доллары, и в целом в мире доллар утратит свой статус главной мировой валюты? В публикации РИА Новости, которая называется «Гегемония США официально завершена», уверены в этом. А с вашей точки зрения, можно ли теперь говорить о завершении гегемонии США, о крахе доллара? Ну, у вас РИА Новости сказал, что доллар кирдык. Раньше все Хазин говорил, что доллар вот-вот гипнется. Что-то затихло в последнее время, по-моему, да? Ну, потому что за его говорение лет 5-6 доллар не гипнулся, а сильно укрепился по отношению к рублю, по крайней мере. Смотрите, те, кто это говорят, они либо не понимают ничего, либо наводят тень на плетень. Смотрите, капитализм, он очень простой. Это не социализм, там планировать все надо, понимаете? Вот смежные цепочки, ошибся в планировании, там тяжело. Капитализм – это спрос и предложение. Итак, почему нефть сегодня большей частью торгуется за доллары и будет торговаться за доллары еще какое-то время? Потому что валюта определяется главным покупателем нефти. Вот если мы с вами возьмем мировое потребление нефти там за 100%, то большую часть нефти потребляют Соединенные Штаты Америки. Поэтому основная биржа, где нефть котируется, ну, то есть определяется ее цена, находится в стране покупателя, основном покупателе, то есть в Нью-Йорке. Если бы, например, основным покупателем нефти в мире был бы Евросоюз, предположим, нефть торговалась бы в евро. Если бы основным покупателем нефти был бы Китай. Китай находится на втором месте по потреблению нефти, но с огромным отрывом от США, с огромным просто. Так вот, если бы Китай был основным покупателем, биржа была бы по нефти где-нибудь в Шанхае, например, и, да, большая часть нефти торговалась бы в юане. Все. Была бы основным потребителем, я еще раз, не производителем, а потребителем нефти Российской Федерации, нефть торговалась бы в рублях. И биржа была, она задумывалась у нас, кстати, в Санкт-Петербурге по торговле нефтью, но что-то, не слыхать ничего про эти гениальные задумки, потому что, еще раз говорю, определяет валюту покупателей. Почему Соединенные Штаты основной потребитель нефти? Потому что американская экономика самая большая в мире пока. Да, меня это абсолютно не радует, но так есть. Понимаете? И если, скажем, Советский Союз был где-то 70% от американской экономики по объему, да, то нынешняя Российская Федерация по объему это 10% от американской экономики. Возникает вопрос, тогда какая валюта должна быть мировой? Рубль на Россию приходится 2% мировой экономики, 2. Или Соединенные Штаты, на которые приходится 20% мировой экономики. Все. Все очень просто. Если Россия сделает рывок, а это возможно, конечно, только при социализме, и опыт СССР это вполне доказывает. Вот сейчас у нас доля в мировой экономике, как у царской России, абсолютно такая же мизерная. При СССР она была очень большой. И самое главное, она все время росла. Сейчас не растет. Так и возникает вопрос тогда, что же вы хороните доллар, если экономика Соединенных Штатов самая сильная, мощная, крупная в мире? Да, это плохо. Ну, так есть. И задача не хоронить доллар, а делать свою страну настолько сильной экономически, чтобы основной резервной валютой, как при большевиках, был рубль. При большевиках в 20-е годы Сергей Есенин с Эсидорой Дункан ездил там по Европе и платил в ресторанах советскими рублями, которые охотно брали, потому что доверяли экономике Советского Союза. И хотя под тогдашним рублем советским червонцам формально, хочу сказать формально, было золотое содержание, оно не понадобилось. То есть, золотое содержание валюты для чего? Вот вы берете бумажные деньги и думаете, черт его знает, пойти поменять на золото, что ли, на всякий случай. Да, тогда это правительство, у которого золотое содержание валюты. Должно в Госбанке вам поменять бумажные деньги, например, советские, на золотые. И СССР действительно заготовил большой относительно запас золотых монет, которые по весу, объему походили на червонцы царской чеканки, но только вместо Николашки там был, значит, серп и молот, там пахарь и прочее. Но они не понадобились. Никто не хотел советских золотых денег, потому что доверяли бумажным. Вот в чем было торжество ленинской экономической политики. И, кстати, вот нынешним реформаторам хочу сообщить. Когда большевики делали свою гениальную денежную реформу 22-го года, вот когда у нас впервые и единственный раз в истории была свободно конвертируемая валюта. То есть, вы могли с рублями, как Есенин, выехать за границу и ихми расплачиваться там. Вопрос не возникал, брали охотно. Так вот, прежде чем провести такую реформу, дискуссия о том, какие должны быть новые советские деньги, шла в центральном органе основной газеты страны «Правда» несколько недель. То есть, там разные экономисты публиковались, писали, как, что, чего. То есть, по сути, все мозги страны тогда участвовали в выработке советской твердой конвертируемой валюты. И опыт был прекрасен и удачен. Вот кто у нас сейчас все эти реформы проводит? А ведь еще, замечу, Медведев, когда был президентом, поставил задачу сделать рубль свободной конвертируемой валютой. Был-то, по-моему, то ли 2009 год. Ну, и как? С тех пор мы видели одно – резкое падение рубля, которое специально делает Центральный банк, играя против собственной валюты для того, чтобы наполнить бюджетные закрома. Что при этом происходит с реальным сектором экономики, по-моему, этих реформаторов не сильно забыли. Продолжение следует...